Девушки отдыхают И почему в таких случаях мы чувствуем утрату целостности и самоуважения? Что ж, такие вещи не происходят сами по себе. В саентологии было обнаружено, что существует механизм, который заставляет людей отстраняться от других. От своей карьеры, своей группы и даже бросать свои мечты. Видите ли, в саентологии было открыто, что человек в основе своей хороший. Его исходные намерения по отношению к себе и другим хорошие. И все мы стараемся выживать как можно лучше. И всегда, когда люди собираются в группы, они вырабатывают соглашения о правильном поведении. Давай ключи. Ну я в порядке. Давай ключи. О том, что правильно и неправильно, морально и аморально. Спасибо тебе за это. Эти кодексы поведения, эти моральные кодексы созданы, чтобы гарантировать выживание группы. Не волнуйтесь, ребята. Спасибо тебе. Будь то группа из двух людей, просто партнерство. Похоже, что мы и договорились. Или группа, составляющая предприятие, где вы работаете. Джек продал это и заслуживает комиссионных. Или ваша семья. Привет. Как осет? Ты уроки сделал? Нет. Все группы, будь то пара друзей или целая страна, вырабатывают моральные кодексы, с которыми соглашаются члены группы. Вам помочь? Большое спасибо. И неважно, записаны эти кодексы или нет. Вам помочь перейти улицу? Эти правила помогают группе или обществу гармонично и слаженно существовать. Ладно. Проблемы начинаются, когда человек нарушает эти соглашения. Пожалуйста. Хорошо. Когда кто-то совершает вредоносные действия, противоречащие моральному кодексу, с которым он согласился, мы называем это овертом. Красная лампочка все время горит. Оверт – это то, что вы сделали, хотя не должны были делать. Все довольно плохо. Я думаю, вам нужно перебрать двигатель. Или что-то, чего вы не сделали, хотя должны были, согласно моральному кодексу. Неважно, намеренно или ненамеренно. Это то, что вы сделали, в то время, как не хотели бы, чтобы такое произошло с вами. И эти разрушительные действия не обязательно должны быть большими. Это может быть просто опоздание. Ты опять опоздал. Или непрофессионализмом. Теперь будем своих калечить. Это футбол или что? Иди в раздевалку! Повреждение оборудования. Или утаивание чего-то от начальника. Не обязательно заниматься откровенным разрушением группы, чтобы это было вредоносным действием. Так вот, когда человек совершает оверт, он часто чувствует, что не может рассказать об этом, опасаясь последствий. И поэтому он утаивает это. Надеюсь, вы будете осторожны с этими хрустальными бокалами. Это бокалы моей бабушки. Конечно, мадам. Я паку их очень тщательно. Совершенный оверт, о котором человек не рассказывает, мы называем висхолдом. Но когда оверт утаивается, происходит нечто интересное. Индивидуум начинает меньше общаться с тем человеком или той вещью, которым он причинил вред. Эй, Мо, хочешь отдать ей документы? А я пока закрою кузов. Не, давай лучше ты. Мне ее сегодня хватило. Так вот, когда человек совершает оверт и потом его утаивает, то он запускает другой механизм. Он пытается уменьшить оверт, оправдывая его. Эй, Мо, Мо, это миссис Мит. Ты что, разбил ее хрустальный бокал? Этот бокал был старый и наверняка уже треснутый. Оправдание – это попытка объяснить, почему оверт не был овертом. Она сказала, что они очень ценные. Чего? Она с ума сошла? И вообще, у нее их полно. Они были все в пыли, ими вообще не пользовались. Чепуха все. Обычно человека или вещь, которым был нанесен вред, критикуют или к ним придираются. Добрый день! Знаешь, я ему не доверяю. Тебе не кажется, что он что-то замышляет? По-твоему, не странно, что он всегда такой приветливый? Человек принижает их, чтобы уменьшить оверт. Фрэнк, не уходи. Ты отличный учитель. Дети тебя любят, Фрэнк. Этим детям наплевать на меня и на кого угодно, Билл. Не обманывай себя. Они не хотят учиться. Ни один из них. Они невыносимы. Я просто... просто с меня довольна. Если вы слышите, как кто-то критикует кого-то, то, вероятно, этот человек совершил оверт против объекта своей критики. Мо, ты на работу собираешься? Какая-то чокнутая старуха заявляет, что я разбил бокал ее бабушки. И вместо того, чтобы заступиться, этот урод Чарли встал на ее сторону и хочет, чтобы я платил. Я не могу больше работать с этими идиотами. И для них все это, в конце концов, оправдывает уход. Чарли, он хочет знать, перейдешь ли ты на работу. Скажи ему, что я беру расчет! Видите ли, человек в основе своей настолько хороший, что, осознавая свою опасность и причиненный людям или вещам вред, он старается уменьшить свою силу. Он хочет удержать себя от причинения еще большего вреда и поэтому уходит. Поэтому человек, у которого есть оверты и висхолды, перестает общаться с людьми и покидает места, где он раньше был активен. Это также объясняет, почему портятся многие отношения. Милый, у нас опять не хватает на ипотеку. Ты что, опять играл? Эй, я работаю, чтобы содержать эту семью. У нас есть крыша над головой, еда на столе и шмотки. Так? Так чего ты меня вечно достаешь? Когда человек накопил достаточно овертов и висхолдов против супруги, он начинает ее критиковать. Ты всегда меня пилишь все больше и больше и больше. Поэтому я ее ухожу. Поэтому бегу из дома, чтобы быть подальше от тебя. А сделав себя жертвой, он считает, что его уход оправдан. Слушай, ну не надо так. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Нет, чтобы тут больше придумывать. Раньше не было способа борьбы с этим жестоким механизмом. Но совсем не обязательно, чтобы сожаления о прошлом продолжали отделять вас от настоящего. В саентологии есть точная технология, позволяющая вам освободиться от последствий прошлых проступков и устранить страдания, вызванные этими нарушениями. С помощью этих инструментов вы можете помочь себе и другим снова почувствовать себя частью группы. Спасибо вам. Молодцы. Устранение овертов и висхолдов восстанавливает ваше самоуважение, позволяет вновь обрести доверие и дружбу и снова жить свободной жизнью. И это ключ к долгому счастью. Субтитры создавал DimaTorzok